В период развала Советского Союза Многие наши соотечественники отправились в Турцию Сегодня число выходцев из России Прочно обосновавшихся в Стамбуле Превышает 100 тысяч человек Между турками и русскими Часто заключаются браки Самая большая проблема для детей Таких браков Нехватка образовательного центра Где они могли бы больше узнать О русском языке и культуре Именно с этой целью и было создано Российское общество просвещения Культурного и делового сотрудничества Председатель которого Римма Резаева Сегодня и находится у нас в студии Я знаю, что в рамках вашего общества Существует целый образовательный центр Который занимается популяризацией Русского языка и русской культуры Скажите, кто его потенциальная аудитория? Центр русского языка Наверное, он явился основой Основ всей нашей общественной организации В главу работы мы поставили Именно задачу распространения И сохранения русского языка Для тех, кто приехал И распространение среди тех, кто Жела бы его изучить Когда я приехала 25 лет назад в Турцию Было грустно Было грустно Потому что русский язык преподавали все Кто только умел на нем говорить Умел им пользоваться Но картины нужно было менять Это было трудное время Мы собрали единомышленников Открыли первые курсы русского языка Затем курсы турецкого языка И когда от множественных браков Стали нарождаться детки Открыли развивающие центры Преуспеваем Естественно, что русский язык В Турции это не какая-то экзотика Это не диковинка Мы привыкли, приезжая в Турцию Что на улицах мы слышим русскую речь Продавцы по-русски спрашивают Что мы хотим приобрести Может быть, это было одним из ключевых факторов Почему русские очень любят отдыхать в Турции Почему Турция для многих стала очень близкой, родной Не только потому, что мы территориально довольно близко находимся Но еще и потому, что многие владеют в Турции хорошо русским языком Если мы будем рассматривать другие страны Вот, кстати, что касается качества русского языка в Турции Как вы можете его оценить? Я понимаю, что в момент развала Советского Союза Когда русские хлынули в Турцию У турков, наверное, была сначала одна задача Заговорить по-русски Да, потому что приехала, наверное, потенциальная аудитория Приехало много туристов А сегодня, насколько турки обращают внимание на качество русского языка? Произошли глобальные изменения, естественно Когда я приехала в Турцию Это было одновременно с развалом Советского Союза Редко можно было услышать русскую речь Даже плохо владеющие старались говорить по-турецки, чтобы не выделяться Отношение было двоякое Но больше негативное В то время А это ведь совсем недавно Было запрещено говорить о России и Советском Союзе вообще Если посмотреть на историю Турции То у нас заново народившиеся отношения Практически от нуля Ну, турецкий предпринимательский дух Подвиг к изучению русского языка И первыми преподавателями, естественно, стали наши челночницы Стараясь больше права продать, уговорить покупателей Турки изучали русский язык Ну, естественно, они пользовались словарем Они ходили на курсы Курсов не было практически, когда я приехала Мы одни из первых открыли курсы Теперь этот курс На каждой улице можно найти В Стамбуле В Анталии, в Алане На юге Турции Большинство уже владеет русским языком В силу того, что много соотечественников проживает Очень много людей работает в сфере услуг туристических Они продолжают совершенствовать свой язык Потому что это становится не только средством дохода Но и средством культурного общения А россияне узнали очень много интересного Скажите, пожалуйста, а насколько, если мы сейчас не будем рассматривать смешанные браки Ведь очень часто наши женщины и девушки выходят замуж за турков Если мы будем рассматривать традиционные турецкие семьи Насколько для них желанно, чтобы их дети говорили по-русски? Часто ли вам приходится сталкиваться с тем, что в ваш центр Например, папа турок приводит своих деток и говорит, что хочет, чтобы они владели русским языком Достаточно часто, если родители занимаются бизнесом Но выбор молодые люди делают, поступая в университет Или все-таки это сопряжено с желанием найти русскую супругу Или выстроить свой бизнес в России Замуж за иностранца Неземное счастье или роковая ошибка? Что это такое? Потому что у вас также есть правовой центр Куда довольно часто обращаются наши соотечественницы Скажите, пожалуйста, вот новости, новостные ленты пестрят различными скандалами Когда наши девушки выходят замуж за иностранцев Это проблемы по сей день актуальны и для Турции? Ну, не всегда это заканчивается скандалом Есть много счастливых семей Да и вообще качество браков очень сильно изменилось Если раньше дамы выходили замуж по экономическим соображениям Кто-то вынужден, кто-то для того, чтобы прокормить, поднять семью у себя на родине Детям хорошее образование Получить таким образом поддержку То теперь это браки по любви И надо сказать, что брак по любви не такой прочный, как брак по расчету Почему? Это яркая вспышка Это быстро зародившиеся чувства Это невзвешенность Многие девушки не успевают познакомиться с близкими Не успевают получить благословение родителей И со стороны жениха и невесты Узнать, чем дышит семья Какие культурные ценности стоят в твоей голове Какие традиции нужно соблюдать после заключения брака Если девушка не наберется терпения Не просмотрит хотя бы вскользь свои права и обязанности на территории Турции Немного не овладеет турецким языком То все это сложно Но часто в поддержку девушки приходит семья Семья, турецкая семья Это серьезная и большая традиция Входя в семью, нужно принимать ее устои Не все с этим согласны Русские женщины свободолюбивы И своенравно Пользуясь горячими чувствами своего поклонника Им хочется делать больше широких движений А ему хочется обуздать И вот это вот противодействие, оно рождает конфликт Расходится часто во взглядах на воспитание детей На отношения с друзьями, подругами Бывают семьи, в которых, принимая поначалу девушку Мини-платье С декольте Стараются ее одеть в мусульманский наряд Часто это происходит в согласии Часто это получает сопротивление Какую помощь получают наши соотечественницы в вашем центре? Нас редко позовут на свадьбу Но часто мы становимся свидетелем развала семьи И потом настолько грустная картина Столько разочарования Столько боли В этих женщинах, которые бывают обижены Не судьбой, а своим непродуманным решением В двойне тяжело, когда в конфликте участвуют дети Которые турецкая сторона тянет на себя Русская мама хочет вывезти ребенка Вы спасаете семьи? Мы стараемся Во главу угла мы поставили не вывоз детей Без позволения отца, как по закону А все-таки сохранение семьи Сколько семей вы спасли уже? Те полномочия, которые даны нам фондом Поддержки соотечественников Который открылся при Министерстве иностранных дел Мы грантополучатели в этом году К сожалению, спасение семьи И конфликты бытовые, конфликты, которые происходят с туристами И проблемы, которые происходят с туристами Они выходят за рамки этого фонда Но центр поддержки существовал С первого дня открытия нашей организации У нас всегда можно было получить помощь Прийти без денег Может быть без одежды С ребенком на руках Но найти кровь Заботу И помощь в отправлении народа На решении конфликта Говоря о вашем обществе Мне хочется отметить Что у него очень многогранная И разносторонняя деятельность С одной стороны Это и центр по изучению Русского языка и русской культуры С другой стороны Это правовой центр А с третьей стороны Это вообще молодежное направление Молодежная дипломатия Что это такое? Тысячи молодых людей Из России и страны СНГ Обучаются в Турции Самое главное город обучения Наших русскоязычных ребят Это Стамбул Очень высокая концентрация студентов Но студенты мало знакомы Между собой разобщены И пришла такая идея Мы не один раз слышали о том Что радикалисты охотятся За нашими ребятами Чтобы привлечь свои ряды Мы подумали А почему не собрать? Ну для начала хотя бы лидеров И собралась великолепная команда Это ребята Которые получили Хорошее базовое образование Которые живут надеждами на будущее Они хотят выстроить свою карьеру И в то же самое время Шесть лет, семь лет Проведенные вдали от родины От близких людей Они непременно скажутся На формировании их личности Занять ребят полезным проектом Интересными идеями Ну легло и в основу этого проекта Но теперь проект настолько развивается Что ребята сами могут Составлять программу своего обучения При нашей поддержке, конечно Они выбирают интересные темы Они собираются вне времени Наших занятий И они активные помощники Наших мероприятий Которые происходят Помимо их молодежных организаций Например, они прекрасно КВН провели Участвовали четыре Представители четырех стран Они прекрасно участвовали В День Победы Когда у нас был в военной форме Это было действие Настоящее Когда мы видели их в аудитории Это были просто домашние ребята Но когда они оделись в форму Они так преобразились мгновенно Это видно было Что это чувство гордости за отцов Мы благодарим всех Кто смог помочь Очень многим организациям Приобрести форму военных лет Можно много-много-много говорить Но когда человек Одевает гимнастерку Он чувствует то же самое Что чувствовал его дедушка Может быть бабушка Много-много лет назад Так же, как мы чувствуем это все Вы знаете, сегодня в нашем разговоре Красной нитью проходит тема русского языка Еще одно очень важное и знаковое событие Которое проводит ваше общество Уже на протяжении многих лет Это все турецкая олимпиада по русскому языку Дело в том, что открыв курсы русского языка Мы почувствовали, что чего-то недостает Какого-то соревновательного момента И между преподавателями И между изучающими Мы посмотрели на опыт работы Проведения турецкой олимпиады Которая уже получила размах К тому времени подумали А не делали ли нам городскую олимпиаду К нашему удивлению Откликнулись почти все Кто преподавал русский язык Наши преподаватели В тот же момент зародилась И ассоциация преподавателей русского языка И все пришло в движение Таким образом проведено 8 городских олимпиад Олимпиад проходит два этапа Первые этапы прошли в городах проживания А на втором этапе Мы уже собрали молодежь в Стамбул Было замечательное действие Были прогулки Экскурсии Замечательно организованное питание Мэри Стамбула Расселение Все прошло великолепно После письменного тестирования Было устное И нам помогли Конечно в аттестации Представители Московского государственного университета Такое участие для нас очень значимо Они же подготовили тесты для этой олимпиады Все держалось собственно говоря на оптимизме Ну Римма Я сегодня просто в восторге от нашей беседы От того что вы рассказали Как много делает ваше общество Нужного, полезного и необходимого И мне остается лишь добавить Что ни для кого не секрет Русский язык в Турции Это не экзотика Это не какая-то диковинка Он стал неотъемлемой частью этой страны И наверное очень важной частью И мне очень приятно Что такие гости Как наша сегодняшняя героиня Римма Резаева Играют в этом далеко не последнюю роль С вами была программа В движении И я Любовь Курьянова До новых встреч До свидания Субтитры сделал DimaTorzok